здравствуйте ребята сегодня на уроке информатики вы узнаете много нового и интересного я рада приветствовать вас на этом уроке давайте начнем решать логические задачи очень увлекательно них вроде бы нет никакой математики нет ни чисел не функции не треугольников не векторов а есть только лжецы и мудрецы истина и ложь на наших ближайших уроках мы узнаем как разными способами можно решать логические задачи таких приемов несколько они разнообразны и каждый из них имеет свою область применения на прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием высказывания надеюсь вы с легкостью уже сможете определить какие из предложенных ниже суждений являются высказываниями а какие нет давайте посмотрим их информатика любимый предмет рим столица италии дважды 24 x меньше единицы 5 равно 9 ты сегодня пойдешь в кино прелестно у квадрата 10 сторон откройте учебники вспомним определение высказывание это повествовательное предложение на любом языке о котором однозначно можно сказать истина она или ложная исходя из вышесказанного мы с уверенностью можем определить что высказываниями являются суждения под номерами 2 3 5 8 истинные высказывания под номерами 2 и 3 это рим столица италии и дважды 24 высказывание под номерами 5 и 8 ложные 5 не равно 9 и у квадрата не 10 сторон суждение под номерами 1 и 4 не являются высказываниями так как о них нельзя однозначно сказать истинные они или ложные суждение под номером 6 тоже не является высказыванием так как это вопросительное предложение 7 и 9 это побудительное предложение и тоже не являются высказываниями а сейчас давайте сыграем в игру которая называется истина или ложь на экране будут появляться суждения попробуйте определить где истина а где ложь в портфеле ученик носит карандаши кастрюлю и кошку ложная сумма углов треугольника равна 180 градусов истина соловей умеет петь истина монитор это устройство сохранения информации ложь жирафы летят на север ложь 23 простое число истина информатика наука о способах получения накопления хранения преобразования передачи защиты и использования информации истина нью-йорк столица сша ложь весной цветут ландыши истина компьютер это устройство только для компьютерных игр ложь у меня сегодня отличное настроение для меня это высказывание истина а для вас тема сегодняшнего урока таблицы истинности свойства логических операций законы алгебры логики сегодня на уроке мы узнаем какие существуют правила для построения таблицы истинности для логических выражений в которых количество логических операций больше одной а также познакомимся со свойствами логических операций прежде всего давайте вспомним логические операции которые мы с вами изучали на прошлом уроке к ним относятся инверсия конъюнкция дизъюнкция рассмотрите внимательно таблицу с обозначениями логических операций которые мы будем использовать в дальнейшем конъюнкция это логическая операция которая объединяет два высказывания в одно новое которое будет являться истинным тогда и только тогда когда оба исходных высказывания истины дизъюнкция это логическая операция которая объединяет два высказывания в одно новое которое будет являться ложным тогда и только тогда когда ложные оба исходных высказывания инверсия это логическая операция которая преобразует исходное высказывание в новое значение которого противоположно исходному Логические выражения могут состоять из более чем двух логических операций. В то же время для любых логических выражений можно построить таблицу истинности, в которой мы сможем увидеть, какие значения принимает выражение. Логические операции выполняются в следующем порядке. Операции в скобках, инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. Итак, для начала рассмотрим, какие действия следует выполнить для построения таблицы истинности. Первое. Посчитать число переменных в выражении. Мы с вами знаем, что переменные обозначаются с помощью букв латинского алфавита. Второе. Подсчитать общее число логических операций выражения. Нам нужно сосчитать, сколько в нашем выражении инверсий, конъюнкций и дизъюнкций. Третье. Установить последовательность выполнения логических операций с учетом скобок и приоритетов. Как мы с вами знаем, сначала выполняются операции в скобках, затем инверсия, конъюнкция и дизъюнкция. Четвертое. Определить число столбцов в таблице. Число переменных плюс число операций. То есть нам нужно сложить количество переменных и логических операций. Мы получим число столбцов в таблице. Пятое. Заполнить шапку таблицы, включив в нее переменные и операции в соответствии с последовательностью, установленной в пункте 3. То есть мы сначала запишем в шапке таблицы все наши переменные, затем операции в порядке их следования. Шестое. Определить число строк в таблице, не считая шапки таблицы, по формуле m равно 2 в степени n, где m – это количество строк, n – это число переменных и выражений. То есть если наше логическое выражение будет состоять, например, из трех переменных, то количество строк m будет равно 2 в третьей степени, и это равно 8. Шапка не входит в количество этих строк. Седьмое. Выписать наборы входных переменных с учетом того, что они представляют собой ряд целых n-разрядных двоичных чисел от 0 до 2 в степени n и минус 1. Здесь мы должны написать все возможные входные переменные, как мы делали при построении таблиц истинности. Восьмое. Провести заполнение таблицы по столбцам, выполняя логические операции в соответствии с установленной последовательностью. То есть произвести логические операции с входными данными в зависимости от логической операции. Рассмотрим пример. Необходимо построить таблицу истинности для следующего логического выражения. Исходя из первого пункта плана построения таблицы истинности, нам нужно посчитать число переменных выражений. Их у нас 2 – a и b. Общее число логических операций равно 3. А сейчас давайте установим последовательность выполнения логических операций. Сначала будет выполняться логическая операция в скобках. Конъюнкция. Первым будет выполняться действие a и b. Вторая логическая операция – снова конъюнкция. И третья логическая операция – дизъюнкция. Так как у нас 2 переменные и 3 логические операции, значит столбцов у нас будет 5, так как в четвертом пункте указан именно такой способ подсчета столбцов. Заполним теперь шапку таблицы. Сначала будут идти переменные a и b. Затем логические операции в порядке их заполнения. Определимся с количеством строк. Нам дана формула для вычисления строк m равно 2 в степени n. n равно 2, так как у нас 2 переменные выражения. Значит, m будет равно 2 в квадрате. И это равно 4. Теперь необходимо выписать наборы входных данных, то есть заполнить два первых столбца. 2 в квадрате – это 4. И минус 1 равно 3. Нам необходимо заполнить столбцы числами от 0 до 3. Так как все операции мы производим в двоичной системе счисления, то представим числа от 0 до 3 в двухразрядном двоичном коде и получим следующие числа. Теперь занесем эти числа в первый и во второй столбцы по одной цифре в ячейку. А сейчас заполним все остальные столбцы. Первая операция – конъюнкция. Данные будем вносить в третий столбец. Прежде чем начать заполнение таблицы истинности, вспомним правило для конъюнкции. Новое высказывание будет истина тогда и только тогда, когда исходные высказывания истины. Значит, в четвертой строке для данного столбца будет стоять единица, так как это единственный случай, когда истины оба исходных высказывания. Значит, и новое будет истина. В первых трех строках этого же столбца будут стоять нули, так как в первой строке оба высказывания ложные, во второй – ложное высказывание А, в третьей строке – ложное высказывание Б. Переходим к четвертому столбцу. Здесь снова логическая операция – конъюнкция, а данные мы будем брать из первого и третьего столбцов. И снова единица будет стоять только в четвертой строке для данного столбца, так как оба наши высказывания истинные. В остальных будут стоять нули. Нам осталось заполнить последний, пятый столбец – логическая операция – дизъюнкция. Правило звучит следующим образом. Новое высказывание будет ложно тогда и только тогда, когда ложные исходные высказывания. Рассматривать будем второй и четвертый столбцы. Значит, в первой и третьей строках данного столбца будут стоять нули, а в остальных строках этого же столбца будут стоять единицы. Мы построили таблицу истинности для нашего логического выражения. Следует обратить внимание, что данные в последнем столбце совпали с данными столбца Б. В такой ситуации говорят, что логическое выражение равносильно логической переменной Б. Рассмотрим основные свойства логических операций. Их называют законами алгебры логики. Первый закон, который мы с вами рассмотрим, это закон тождества. Всякое высказывание равно самому себе. Закон тождества утверждает, что любая мысль обязательно должна быть равна или тождественна самой себе. То есть она должна быть ясной, точной, простой, определенной. Говоря иначе, этот закон запрещает путать и подменять понятия в рассуждениях, создавать двусмысленность, уклоняться от темы и тому подобное. Например, смысл простого на первый взгляд высказывания. Ученики прослушали объяснение учителя. Непонятен, потому что в нем нарушен закон тождества. Ведь слово прослушали, а значит и все высказывание, можно понимать двояко. То ли ученики внимательно слушали учителя, то ли все пропустили мимо ушей. Причем первое значение противоположно второму. Получается, что высказывание было одно, а возможных значений у него два. То есть нарушается тождество. Точно так же непонятен смысл следующей фразы. Из-за рассеянности на турнирах шахматист неоднократно терял очки. Если не сделать в данном случае никаких комментариев, то непонятно, о чем идет речь. То ли шахматист терял очки, как прибор для зрения, то ли как спортивные баллы. Две нетождественные ситуации представляются в этом высказывании как тождественные. На нарушении закона тождества построены многие смешные афоризмы. Например, не стой где попало, а то еще попадет. Тот же принцип лежит в основе многих анекдотов. Например, я сломала руку в двух местах. Больше не попадай в эти места. Или такой анекдот. У вас в гостинице есть тихие номера? У нас все номера тихие. Только вот постояльцы иногда шумят. Второй закон известен вам из курса алгебры. Это переместительный, коммутативный закон. При перестановке местами переменных конъюнкций и дизъюнкций значение выражения не изменяется. Как мы знаем, конъюнкцию называют логическим умножением, а дизъюнкцию логическим сложением. Если наши логические операции заменить соответствующими им арифметическими знаками, то мы можем видеть, что при перестановке местами переменных в умножении и сложении значения выражения не изменятся. Третий – это сочетательный, ассоциативный закон. Он также вам известен из курса алгебры. Если выражения все операции одинаковые, например, две конъюнкции, то скобки можно ставить произвольно или вообще опускать. И снова, если заменить логические операции соответствующими арифметическими знаками, то мы можем увидеть, что где бы ни стояли скобки, значения от этого не изменятся, даже если скобки вообще будут отсутствовать. Четвертый – распределительный дистрибутивный закон. И снова давайте заменим логические операции арифметическими знаками. Рассмотрим сначала логическое умножение. Получим а, умноженное на сумму b и c, равно сумме произведений а, b и а, c. При рассмотрении логического сложения получим сумма а и произведения b, c равна произведению сумм а и b и а и c. Все так же, как и в алгебре. Далее идет закон двойного отрицания. Двойное отрицание исключает отрицание. Если же говорить математическим языком, то можно сказать, что минус на минус дает плюс. Законы противоречия, непротиворечия и исключенного третьего. Закон противоречия звучит так. Два противоречащих несовместимых суждений не могут быть одновременно истинными. a умножить на неа будет равно 0. То есть, если а равно 0, то неа будет равно 1. 0 умножить на 1 все равно равно 0. И наоборот, если а равно 1, то неа будет равно 0. 1 умножить на 0 равно 0. Перейдем к логическому сложению. a плюс неа равно 1. Если а равно 0, то неа равно 1. 0 плюс 1 будет равно 1. И наоборот, если а равно 1, то неа равно 0. При сложении снова получаем 1. Из этого можно сделать вывод, что из двух противоречивых высказываний об одном и том же предмете одно всегда истинно, а второе ложно. Третьего не дано. Эти законы очень интересны в жизни. Наверное, каждому из нас знакома ситуация, когда мы говорим своему собеседнику. Или он говорит нам, ты сам себе противоречишь. Например, два суждения, котик черный и котик белый, не могут быть одновременно истинными, если речь идет об одном и том же котике, в одно и то же время и в одном и том же отношении. То есть цвет котика сравнивается с одной и той же палитрой. Примеры нарушения. Этот рыжий кот оставил по всему ковру черные шерстинки. Или из детства. Закрой рот и ешь. Важно отметить, что противоречия бывают мнимыми. Их часто используют как художественный прием. Достаточно вспомнить названия известных литературных произведений. «Живой труп», «Барышня-крестьянка», «Горячий снег» и другие. Иногда на мнимом противоречии строится заголовок газетной или журнальной статьи. Например, «Знакомые и незнакомцы», «Древняя новизна», «Необходимая случайность». Закон исключенного третьего. Из двух противоречащих суждений одно обязательное истина. Уверена, вы слышали другую формулировку этого закона. Третьего не дано. Что это значит? Из двух утверждений верно либо первое, либо второе. Других вариантов нет. Вода либо холодная, либо не холодная. Если она теплая, то это уже не холодная. Или еще, например, «Я пришел вовремя» и «Я не пришел вовремя». Тут либо одно, либо другое. Если пришел вовремя, но почти, значит, не пришел вовремя, потому что такого варианта нет. Вот попробуйте сказать то же самое, опоздав на самолет. «Я успела на самолет, но почти». Самолет попросту улетел, а вы стоите в аэропорту и нарушаете законы логики. Закон повторения. Этот закон говорит о том, что при конъюнкции или дизюнкции одного и того же высказывания получится это же высказывание. То есть, а умножить на а будет равно а. Или же а плюс а равно а. Давайте рассмотрим логическое умножение. Например, если а равно нулю, то ноль на ноль дает ноль. Если а равно единице, то один на один равно одному. При логическом сложении, если а равно нулю, то ноль плюс ноль равно нулю. Если же а равно единице, то один плюс один также дает нам единицу. Так как алгебра логики оперируют только двумя значениями – ложью, логический ноль, и истиной, логическая единица, истина не может быть двойной, тройной или истиной в квадрате. Поэтому при сложении двух истин результатом будет просто истина, то есть цифра 1. Законы операции с нулем и единицей. Здесь все просто. Рассмотрим конъюнкцию. При умножении любого выражения на 0 мы всегда получим 0. При умножении любого выражения на 1 всегда будем получать это же выражение. А если же рассматривать дизюнкцию, то при прибавлении к выражению 0 мы получим это же выражение. А вот при прибавлении к выражению единицы в результате мы получим единицу. Почему мы получаем именно единицу, мы уже рассматривали с вами на примере прошлого закона. И последний закон – закон общей инверсии. Для того, чтобы найти инверсию конъюнкции, нужно найти дизъюнкцию инверсий каждого логического выражения. И для того, чтобы найти инверсию дизъюнкции, нужно найти конъюнкцию инверсий каждого логического выражения. Все законы алгебры логики можно доказать с помощью таблиц истинности. Давайте докажем законы общей инверсии для логического умножения. Для этого построим таблицу истинности. У нас две переменных выражения А и В. Число логических операций равно 5, значит число столбцов будет равно 7. Теперь установим последовательность выполнения логических операций. Для начала будем брать выражение слева от знака равенства. В первую очередь будет выполняться конъюнкция, затем инверсия. Справа от равно. Сначала будет выполняться инверсия А, затем инверсия В. И после этого дизъюнкция получившихся выражений. Зададим название наших столбцов в соответствии с порядком выполнения операций. Количество же строк будет равно 4, так как 2 в квадрате равно 4. Шапка таблицы сюда не входит. Теперь выпишем наборы входных переменных. Это будут числа от 0 до 3. Представим их в двухразрядном коде и получим следующие числа. Заполним таблицу. Теперь перейдем непосредственно к логическим операциям. Первая операция – конъюнкция А и В. Новое высказывание будет истинно тогда и только тогда, когда исходное высказывание истины. Значит, единица будет стоять в последней строке данного столбца, а во всех остальных – нули. Следующая операция – инверсия. Если исходное высказывание было истинно, то после инверсии оно становится ложным. А если исходное высказывание было ложным, то после инверсии оно становится истинным. Значит, если у нас единица, то она будет заменена на 0, а если 0, то на единицу. Заполним четвертый столбец. Исходя из данных, которые находятся в третьем столбце, мы получили результат выражения, которое находится слева от знака «равно». Обведем наш столбец, он нам понадобится в дальнейшем. И идем дальше. Пятый столбец – инверсия А. И снова, если исходное выражение равно единице, то оно станет равным 0. И наоборот. Заполним столбец цифрами, исходя из данных, которые находятся в первом столбце. Аналогично заполним шестой столбец, только опираться мы будем на второй. Последняя операция – дизъюнкция. Новое высказывание будет ложно тогда и только тогда, когда ложные исходные высказывания. Значит, 0 будет в последней строке для данного столбца, а во всех остальных – единицы. Мы получили результат выражения, которое стоит справа от «равно». Также обведем его. Давайте посмотрим на выделенные столбцы. Их значения совпадают. Это и доказывает справедливость закона общей инверсии. Рассмотрим пример. Найдем значение логического выражения при d равном единице. Переходим к решению. При d равном единице получим следующее. 1 больше единицы или неверно, что 1 меньше двойки. Логическое выражение 1 больше единицы – неверно, заменим его нулем. Выражение 1 меньше двойки – верно, поэтому заменим его единицей. Получим 0 или не 1, и это будет равно 0 или 0. Вернемся к закону повторения. Согласно этому закону, значение данного логического выражения равно нулю. Таким образом, значение нашего логического выражения равно нулю при d равном единице. Пришло время подводить итоги нашего урока. Сегодня мы познакомились с правилами построения таблиц истинности для логических выражений. Научились строить таблицу истинности для логического выражения на конкретном примере. Также узнали, какие существуют законы алгебры и логики, и с помощью таблицы истинности доказали достоверность одного из них. Для закрепления изученного сегодня материала попробуйте самостоятельно дома доказать любой другой закон из тех, что мы сегодня изучили. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч!